К 2020 году имидж поменяет не только здание цирка. И как сказал однажды Борис Дубровский саммит Шоссе-Брикс, в Челябинске это вовсе не цель, а средство. Дополнительный толчок, стимул идти к мечте о красивой набережной, конгресс-холле в центре, просторных дорогах, новых кафе и гостиницах. В общем, обо всех атрибутах современного мегаполиса. Как Челябинск будет выглядеть через несколько лет? Дарья Шведова вместе с главным городским архитектором прогулялась по набережной будущего. Мы находимся на набережной реки Мя, в центре города, с главным архитектором Челябинска Николаем Ивановичем Ющенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы находимся в центре города, со стороны набережной. Что здесь будет и почему-то знак, что здесь закрыто. А это наша хитрость давняя. Вообще-то идея пешеходной аллеи, спонады, вернее, вдоль набережной, была рождена еще в 67-м году и заложена в гиппан города. Сейчас просто настало время, когда пора ее реализовать. И вот благодаря самим Шоссе-Брикс здесь, в частности, мы решили сделать пешеходную спонаду с пандусом. Вот, например, заканчивается наша подпорная сеночка, и ей будет вторить, то есть параллельно ей будет идти точно такая же, укрепленная гранитная набережная, примерно на расстоянии метров 15 отсюда, с пологим спуском предусмотренную для бабушек, для мамочек с колясочками, для инвалидов, ну, в общем, для всех мобильных групп населения. Ну и, наверное, для велосипедистов тоже. Конечно, конечно, потому что... Ну, сейчас это как бы уже мировой тренд, мы сильно отстаем в этом смысле, для велосипедистов тоже. И поэтому эта часть арочки, временно замурованная, будет разбираться. И с той стороны, мы выходим по такому же пандусу, будем уже около Гореческого музея. Ну, скажите, пожалуйста, а что появится вот на этом месте? Ой, здесь появится самое замечательное здание, на мой взгляд. Ну, главное здание города точно, мы его позиционируем как доминанту, она будет задавать тон всей застройки обоих берегов реки. И будет себе представлять такой, как они называли авторы, спарышенный гепард в максимальной точке высотой 150 метров. Вот для примера, вот застройка, которая существует, она высотой метров 48-50. На три помножаем, и можно легко себе представить, что здесь будет. Здание из себя представляет здание-мост. То есть оно перекидывается через реку, и на его самой седловине будет сам мост, арочный мост. По нему можно будет под покровли гулять. А из стекла будет сделан? Он весь, да, стекленный. На верхней части, там, на солнечной батарее предусмотрены. Над конгресс-холлом. Солнечная батарея? Ну, зачем она нужна над конгресс-холлом? А чтобы меньше потреблять электричество. Сейчас же тренд-то мировой к энергосбережениям, да, нас всех призывает. Так вот, на кроле его будет размещаться еще огромный зимний сад. Пойдемте посмотрим, друзья. Пойдемте. Ну, скажите, пожалуйста, а вот мы вот сейчас на каком месте находимся? Вот, вот эта запущенная территория, которая, мне кажется, выпала просто из города. Это как раз территория сквера искусств, так мы его назвали. Мне кажется, это название останется. Почему? Потому что оно будет окружать с двух сторон, со стороны набережной, и на том месте, где мы с вами сейчас идем, два здания. Один из лучших зданий в нашем городе – это здание бывшей городской думы, первой городской думы, труда 66. И рядышком с ним замечательный образец промышленной архитектуры в стиле модерн. Ну, под закученным состоянием оба, как мы видим, и находятся. Но все представить отреставренное здание и примыкающих к ним территорию без этих всех хозпостроек, прекрасно благоустроенным, с фонтанчиками, даже с элементами открытой экспозиции вот этого музея, вот такая картина у нас ожидает. То есть мы как вот идем сейчас где-то, где может быть фонтан стоять? Это где мы… Нет, я думаю, фонтан будет немножко подальше и в центре этого сквера. Сейчас мы как раз выходим на улицу Пушкина, которая будет прямо вот выходить в этот сквер и транзитом на пешеходную набережную. В этом наша затея и заключается. Вот таким мы увидели будущее Челябинск. Дарья Шведова, Дмитрий Абрахин, Александр Павлов и главный архитектор Челябинска Николай Ющенко специально для итоговой программы «Время новостей». Продолжение следует...